Добрый день всем-всем-всем! Если вы меня видите, если я с вами разговариваю, значит, вы на канале Молодеем с Галей. А я нынче бьюти-блогер. Мне пишут, меня спрашивают о многих вещах, которые можно использовать дома для себя. И, естественно, мы сейчас и оказались в такой ситуации, когда у нас много свободного времени, и многим в течение этого периода не были доступны на услуги косметолога. Всегда можно во все времена. Много женщин ухаживали за собой сами. Я являюсь фанатом этого дела. Мой 20-летний опыт работы в индустрии красоты в принципе дает мне уже основания, может быть, даже право посоветовать. Я живу в Израиле. Здесь нельзя. Здесь я не могу предложить у себя во время процедуры моей клиентке то, что я делаю сама себе. Потому что здесь обязательно по закону я должна показать человеку, что я использую. Вот я взяла, и тут написано, кто изготовил, и что есть разрешение Министерства здравоохранения применить этот препарат, или этот крем, или эту маску. но себе я могу применить все, что я хочу и посоветовать применять дома я тоже могу все, что захочу. И ваше дело здесь уже ответственности у каждого, потому что каждый знает особенности своего организма, своей кожи, у кого на что есть аллергическая реакция, обязательно буду указывать, если есть реакция на какой продукт, чем заменить, что использовать для кожи более сухой, более жирной, более взрелой. Все это будет обязательно указание и проговаривать буду, и писать буду обязательно. Сегодня я хочу предложить вам маску для кожи век. Веки это особая зона на лице и она требует особого ухода. Кожа век в 6 раз тоньше, чем кожа на самом лице. Здесь очень мало, на коже век очень мало сальных потовых желез. Практически нет, но в совершенно мизерном количестве вырабатывается коллаген и эластин, который отвечает за упругость кожи. Подкожная жировая клетчатка в этой зоне намного более рыхлая, чем везде. Поэтому первой естественно у нас начинает увядать кожа вокруг глаз. Очень много факторов влияет на кожу вокруг глаз. Это и естественно у нас например это солнце. Это плохое зрение, когда человек начинает щуриться постоянно, что-то рассматривая вдаль. Далее моргаем мы, вот я вот говорю и сама вижу, что я моргаю. В принципе человек моргает 20 раз в минуту, то есть каждые 3 секунды моргаем. Это все задействует мимические морщины. Вот мы хмуримся, вот мы улыбаемся. Это все работа мимических морщин и все это отражается на коже. Естественно. У кого-то есть еще и чисто физиологические проблемы, природные, генетические, вот как у меня. Просто длинная кожа на этих местах, много кожи, поэтому верхние веки просто лежат на ресницах иногда, особенно когда проблемы со здоровьем. Плюс мы падаем иногда, ударяемся, вот я упала, у меня вот тут конкретно грыжа. Только оперировать и только пока за свой счет. Пока у нас делают операции по показаниям, когда уже это мешает зрению, когда угол зрения резко сокращается, когда вот нависают вот эти углы. Пока мне только за свой счет, но ничего, я считаю, что я еще могу подождать. Вот. И уход за кожей вокруг глаз очень важен для того, чтобы выглядеть моложе, для того, чтобы себя любить, радоваться, глядя в зеркало на себя. И поверьте мне, когда вы сделаете 3-4 раза, вы увидите сами разницу, когда вы сделаете 8-10 раз, разницу увидят. Меня сын не видел фактически где-то полтора-два месяца, он очень удивился. Сейчас я начала второй канал. первый канал у меня называется «С Галей не соскучишься», но там все. Там домоводство, там вязание, там рисование, там прогулки, там все. И там есть тоже несколько роликов об уходе за собой, но я решила их вычленить. все-таки это моя профессия и остальное хобби. И я решила именно на профессиональной основе сделать канал. Здесь, на этом канале вы имеете дело с профессиональным косметологом. Вы можете задавать вопросы, я вам буду с удовольствием отвечать. Сегодня мы делаем маску для кожи бег. По науке называется окоорбитальная зона. Сейчас мы пойдем на кухню, и я вам покажу все, что нам понадобится. Но масочку эту, конечно, мы употребим не только на веки, мы ее употребим на все лицо. Просто есть маски, которые нельзя класть, вот как вчера я делала. Кто не видел, посмотрите вчерашний ролик про кофейный пилинг. А есть маски конкретно для кожи вокруг глаз, и мы будем их, конечно, употреблять на все лицо, потому что там столько вкусного и полезного. Все, сейчас идем на кухню молотеть с Галей. Жду. На кухне. Я уже на кухне, и сейчас мы начинаем готовить маску. Сегодня в ход пойдет морковка тертая, сливки и немного растительного масла, любого. Имейте в виду, если у вас кожа, поскольку мы будем делать маску эту не только на область вокруг глаз, но и на все лицо, если у вас кожа сухая, используйте как основу более жирные продукты. Сметану, сливки высокой жирности, может быть даже сливочного масла добавить. Если кожа жирная, то наоборот. Лишний жир ей не нужен, мы не будем ее нагружать. Это может быть просто молоко, йогурт, кефир, ряженка, простокваша, все, что хотите. Сейчас, что мы делаем? На самой мелкой терочке я натираю морковь. Что такое морковь? Так, морковка у нас потертая, остальную часть мы в салатик употребим. Вот, десертная ложка сливок у меня и смешиваю. Масса должна быть кремообразная. Если вы делаете с молоком, добавьте творожка. смешаю и вижу, что я еще хочу добавить сливок. Все, здесь мне нравится, здесь нет никаких пропорций. Сегодня я хочу делать маску и на глаза, и на все лицо, и на шею. Хотя главная цель у нас сегодня, как я вначале сказала, именно кожа век, потому что далеко не все продукты подходят туда, а это очень подходит. И для добавления витаминок мы берем еще пару капель. У меня это в принципе обычное рапсовое масло. Здесь оно называется канола. Кто в Израиле меня смотрит, это канола. Далее, что хочу сказать конкретно про морковь. В моркови вот этот бета-каротин, который, и каротин, который находится в моркови, очень хорошо работает, как защита от солнца. Он противостоит вот этим солнечным лучам. Ну вот, я готова. Сейчас будем наносить маску. У кого длинные волосы, одевайте ленточки, затяжки для головы, всякие для волос, а я прямо так. Что мы сейчас делаем? У меня вот есть хисточка. В первую очередь мы наносим маску под глаза. И еще что хотела бы добавить, самое продуктивное время для нанесения масок это вечер, вторая половина дня, часа за два-три до сна. Маску можно класть кисточкой, можно класть руками. Вот так вот берем и накладываем, распределяем. Мисочку держим снизу и налипляем буквально. Это такая маска. Ее надо налиплять, а потом желательно вообще лечь, прилечь. Второй слой уже будет цепляться за первый и уже будет лучше. На губы не забываем тоже ответственный момент и молчим. Сейчас я положу маску на все лицо и пойду лягу выйти на ножки и вы тоже. Держим маску 20 минут. Ну вот сегодняшние процедуры закончены, я с собой довольна. Я даже 25 минут держала, но это как раз тот случай, когда излишек нисколько не навредит. Я смыла маску сначала теплой водой, она легко смылась, потом умылась холодной. Сейчас я нанесу на губы бальзам, который просто смягчит. наношу себе у меня вот такой есть гель на основе брызки. Вот какую-то мне перепало. сейчас это я тоненько просто наношу. Лицо конечно посвежело. В следующий раз я приготовлю еще что-то интересное. А сейчас мы с вами прощаемся. Заходите ко мне еще. Надеюсь вы хорошо провели время со мной. Кто был со мной до конца тому сюрприз. Смотрите все. субтитры